Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Два новых отделения нейрохирургии и сосудистой хирургии начали приём пациентов в стационаре Люберецкой областной больницы. Владимир Волков подвёл итоги 2023 года перед Советом депутатов. Огромное спасибо строителям, которые вовремя сдали объект, сдали его качественно. В округе появился ещё один современный детский сад. Методы бывают разные, которые используют преступники, но всё закасается к одному, что вам необходимо сообщить ход, который придёт с госуслуг. Сотрудники полиции рассказали о новых методах мошенничества в интернете и с помощью мобильной связи. Каждая наша библиотека, их у нас в округе 2 на 2, подготовила интересную насыщенную программу. В библиотеке имени Сергея Есенина прошёл день открытых дверей. А теперь подробнее о всех событиях. Глава городского округа Люберца Владимир Волков провёл еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за прошедшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались у руководителей силовых ведомств и структурных подразделений. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнём наше совещание. Вопросы, которые сегодня будем обсуждать, доклад от образования по подготовке всех объектов школьных, дошкольных, новых объектов. В год семьи общими усилиями и трудом большой команды мы откроем 5 школ и скоро примут своих воспитанников ещё 3 детских сада. Со 2 сентября также распахнёт свои двери один из долгожданных объектов этого года – школа-новостройка в Новокросково, которая вошла в состав успешной гимназии номер 56. Обширный спектр дошкольного и школьного образования продолжит принимать в свои ряды новые объекты и до конца 2024 года. Мы планируем открыть ещё несколько детских садов. Просил на предыдущем совещании доложить о подходах, подъездах, пешеходных переходах, освещении, учебном всем нашим заведениям. Всего на уличной дорожной сети на территории городского округа Люберцы была запланирована переразметка на 82 объектах. Из них на муниципальной сети 71 объект и региональной 11. В настоящее время все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений приведены в нормативное состояние. Блок ЖКХ, докладчик Караваев Владимир Михайлович. Всего на данный момент в городском округе Люберцы подготовлено уже 2005 домов из 2198. Подготовлено из 64 водонапорных станций 61, 25 водозаборных узлов подготовлено из 26, 49 кондиционно-насосных станций. Из 82 котельных уже подготовлено 79 котельных. Также в рамках подготовки к прохождению синий-зимнего периода ведутся работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего на 2024 год запланировано отремонтировать 153 многоквартирных дома по таким видам работ, как ремонт фасадов, ремонт кровель, ремонт от моста к замене внутридомовых инженерных систем. Также реализуется план по ремонту подъездов многоквартирных домах. Всего у нас запланировано отремонтировать 129 подъездов. Выполнены на данный момент уже 94 подъезда. В работе 35 подъездов находятся. 31 августа пройдет день города. Проходить он будет на центральной площади в разных районах. Афишу можно посмотреть, ознакомить с ней на сайтах администрации. Она везде размещена, во всех телеграм-каналах. Официальная часть начнется в 16 часов. Всех приглашаем. Но основной акцент будет сделан на сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородских областей. Поэтому приглашаем всех. Состоялось заседание Совета депутатов. Народные избранники заслушали доклад главы городского округа Владимира Волкова об итогах деятельности администрации за 2023 год. Тему продолжит наш корреспондент. На заседании 27 депутатов. Они ознакомились с результатами деятельности главы и администрации городского округа за 2023 год. В своем докладе Владимир Волков сделал акцент на поддержке участников СВО и их семей, которых в Люберцах больше 900. Также внимание уделили и итогам социально-экономического развития. Социально-экономическое развитие по итогам 2023 года показывает уверенный рост экономики. Средняя заработная плата в целом по округу за год увеличилась на 9,7%. Товарооборот на 18,6%. Отгрузка на 14%. За год в округе создано более 1600 новых рабочих мест. В 2023 году в Люберцах построили 4 детских сада, 1 школу, 5 спортивных объектов и 3 поликлиники. В больницах городского округа появилось новое медицинское оборудование. Два новых отделения нейрохирургии и сосудистой хирургии начали прием пациентов в стационаре Люберецкой областной больницы. Наш округ стал третьим в Подмосковье, где открыли отделение реабилитации. Ежегодно в Люберце поступают новые современные оборудования. Не стал исключением и прошлый год. Поставлено 295 единиц медицинского оборудования на общую сумму 439 миллионов рублей. На повестке дня всего было 6 вопросов. Среди них выбор кандидата для присвоения звания почетный гражданин городского округа Люберцы и внесение изменений в положение о порядке передачи имущества, находящегося в собственности округа. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Глава округа Владимир Волков совместно с профильными заместителями провел встречу с жителями в формате выездной администрации. Она состоялась во дворе школы новостройки в Краскове. О вопросах, которые больше всего волнуют люберчан, расскажем в сюжете. Школа новостройка на улице Мичурина распахнет свои двери уже 2 сентября. Она станет вторым корпусом Красковской гимназии 56. Сейчас ведутся работы по благоустройству пешеходных дорожек вокруг школы и подключению освещения. Несмотря на то, что все работы на стадии завершения, у жителей остаются вопросы. Построили школу, все красиво, но дорожки, которые ведут в школу, идут через лес. Лес совершенно не прочистен. То есть два шага отойдешь в сторону, он, соответственно, заросший. Я боюсь за безопасность детей, потому что детки будут ходить. Сейчас будет осень, зима. Очень опасно. Тем более претендентов у нас достаточно. На обращение люберчан отвечал глава городского округа Владимир Волков. Приводить в порядок, потихонечку мы будем без фанатизма. Если какие-то, понятно, мусоры, пакеты, банки, шашлычные остатки, это все один в один в момент выбираться. Главная цель выездной администрации – выслушать и найти решение. Екатерина Замолуцких – представитель совета дома в жилом комплексе Новокраскова. С 2019 года у них не работает пост охраны. У нас есть по договору три поста, хотя у нас на ЖКХ Новокраскова, согласно техническому паспорту дома, должно быть четыре поста. Значит, у нас пост есть, он оборудован, существует, но, к сожалению, нет охранников. Они заставляют других охранников, других корпусов осуществлять контрольно-пропускной въезд на нашу территорию, открывать ворота скорых и так далее. Но это, к сожалению, не всегда получается. Также на встрече обсудили вопросы развития социальной инфраструктуры, содержания дворов и работу управляющих компаний. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В этом году в городском округе планируют открыть семь новых объектов дошкольного образования. Один из них на улице Красноармейской уже распахнул свои двери для воспитанников. Наша съемочная группа побывала на открытии детского сада «Ромашка». Новый детский сад жители улицы Красноармейской ждали с нетерпением. По случаю открытия во дворе дошкольного учреждения «Ромашка» устроили большой праздник. Для гостей концерт от будущих воспитанников. С этим событием педагогов и детей поздравил глава городского округа Владимир Волков. Я желаю коллективу педагогическому данного учреждения сил, энергии, терпения и творческих таких идей, чтобы впитывали знания и, конечно же, выдавали всю свою любовь, тепло. Огромное спасибо строителям, которые вовремя сдали объект, сдали его качественно. Детский сад смогут посещать малыши от полутора до семи лет. Там шесть детских групп, две из которых – ясельные, медицинские и пищевой блоки, кабинет логопеда. Для дополнительных занятий – музыкальные и спортивные залы. Объект соответствует всем современным требованиям. Садик нам очень нравится. Мы долго ждали его открытия. Все такое интересное, новые группы, новые игрушки, расстановка сада. Все очень интересно. Конечно, со старым корпусом не сравнится, но мы очень рады, что попадем именно сюда. На улице расположены игровые площадки. Для каждой группы индивидуальные. Детский сад на 120 мест начнет свою работу 2 сентября. Штат педагогов уже укомплектован. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах еще на один детский сад стало больше. Новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 140 мест, открыли на Озерной улице. Там работала съемочная группа нашего телеканала. Добро пожаловать в детский сад! Детский сад для жителей микрорайона долгожданный. Родители не скрывают радость, что уже через несколько дней поведут детей в садик рядом с домом. Мы живем в этом доме. Мы очень ждали, когда откроется наш сад во дворе, чтобы было быстро и удобно водить детей, чтобы они были рядом. И не переживай за них. Перед тем, как приступить к работе, коллектив детского сада устроил для малышей и их родителей праздник. Выступили будущие воспитанники нового садика. Глава округа Владимир Волков вручил представителям строительной компании благодарственные письма. А застройщик передал символический ключ. Сегодня такой очень солнечный день, праздничный. Настроение у всех соответствующее. Микрорайон на этом объекте не останавливается по развитию соцобъектов. Губернатор ставит задачи сократить очередность, дать возможность каждой семье как раз-таки направить ребенка в тот объект, куда они сами пожелают. И такие объекты у нас строятся. Новую школу мы сдаем в следующем году. Учреждение рассчитано на шесть групп. Из них две ясельные. Для проведения развивающих и оздоровительных занятий физкультурный зал оснащен шведской стенкой, скакалками, мягким бассейном, пищеблок с горячим и холодным цехом, просторные светлые помещения, уютные комнаты для отдыха и игровые с современным оборудованием. У меня сейчас очень влияется. Мы рады принять нашу большую инженерно-технологическую семью «Новый детский сад». Это новое здание, которое открывается в микрорайоне и позволит принимать еще больше детей к нам. В составе нашего образовательного комплекса сейчас одна школа и уже четыре детских сада. Вот так вот большая и дружная семья. Уже 2 сентября детский сад примет 140 малышей. Всего в городском округе Люберцы до конца года откроют еще три дошкольных образовательных учреждения. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Подведение итогов прошлого учебного года и новые векторы развития образования. В округе прошла августовская педагогическая конференция. На встрече, которую провели в инженерно-технологическом лицее, работала наша съемочная группа. Дорогие друзья, в преддверии нового учебного года мы традиционно встречаемся, традиционно общаемся, говорим спасибо за результаты, которые вы даете. Вы всегда найдете правильные слова, те минуты, которые необходимо потратить и дадите тот объем образования, который вы даете. Поэтому и люберецкое образование находится на самом высоком уровне и Московской области, и наши школы подтверждают регулярные рейтинги. Московская область – это целая страна, и здесь победить очень трудно. Я очень благодарна тем нашим директорам, которые подтверждают то высокий уровень, который они показывали ранее, показали в этом году. Это очень сложно. Три общеобразовательных учреждения округа остаются в числе 100 лучших школ Подмосковья. Руководителям 16-й, 56-й и 41-й гимназий Владимир Волков вручил сертификаты на 3 миллиона рублей на премиальный фонд сотрудникам и 5 миллионов на приобретение оборудования. Мне кажется, что успех нашей гимназии в талантливых педагогах, в людях, которые увлечены своим делом, которым интересно жить и работать, и в учениках, которых наши учителя делают талантливыми. Руководители образовательных учреждений, которые всю жизнь посвятили педагогике, зал приветствовал стоя. Директоры 22-й школы Татьяна Галактионова и 23-й школы Игорь Иванников внесли весомый вклад в развитие люберецкого образования. Им вручены знаки отличия городского округа. Образование – это жизнь не только моя, это жизнь моей мамы, которая посвятила школе, в которой я сейчас работаю, тоже более 40 лет. Переступив порог школы, я заряжаюсь энергией детей и живу вместе с ними их жизнью. Стареть с ними просто невозможно. Я остаюсь работать, я продолжаю свою педагогическую практику. Я не могу пока бросить своих детей, потому что они верят в меня, и я в них верю. 45 лет назад я молодым специалистом пришел в сельскую маленькую 23-ю школу. 30 лет я уже директор этой школы. Действительно много было сделано, большой был пройден путь. Молодым педагогам я пожелаю только одного – надо просто любить свою профессию. Вот нам было легко, мне в частности. Когда любишь свое дело, то ходишь на работу как на праздник. В преддверии начала учебного года лучших педагогов наградили знаками отличия и почетными грамотами Московской областной думы и региональной организации профсоюза работников народного образования и науки. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах в преддверии Дня знаний устроили праздник для детей-участников спецоперации. Их ждали подарки и мастер-классы. Там побывали и мои коллеги. До начала учебного года осталось меньше недели, но дети не торопятся прощаться с летом. Подвижные игры дали большой заряд бодрости. Этот праздник в Доме офицеров провел Центр поддержки участников СВО и их семей при поддержке депутатского корпуса городского округа Люберцы. Знания – это сила. И вот если вы будете хорошо, правильно учиться, то все у вас будет в жизни успешно. А самое главное – всегда цените своих родителей, бабушек и дедушек и ваших педагогов. Потому что все они вас вкладывают частичку самих в себя. Пусть все у вас будет успешно, мира, добра и любви вам всем. В преддверии 1 сентября депутаты вручили портфели со школьными принадлежностями. Я думаю, праздник все удалось, и дети получат то тепло, то заботу, которую и депутаты, и в том числе и Макар. Мы уже и так прошлись практически по всем семьям, вручили и рюкзаки, и кто-то с кем-то встретился, вручил индивидуальные подарки. Поэтому депутатский корпус, как я и сказал ранее, не оставляет семьи без внимания. И это продолжается не только праздник, это и национально основе. Тут очень весело, мы тут поиграли, потенцировали, нам подарили подарки, и скоро в школу. Для детей помладше – аппликация из бумаги. Для старших – экскурсия по музею Великой Отечественной. Говорили о подвигах героев панфиловцев и подольских курсантов в битве за Москву, о мужестве людей в блокадном Ленинграде и крупнейшем танковом сражении под Прохоровкой. Эти знания пригодятся на уроках истории. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Для профилактики травматизма и гибели несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта в округе проходит акция «Безопасное детство». Детям надо знать обязательно, что нельзя переходить в ЖД-кути в неустановленных местах. Знаешь об этом? На платформах не бегать, на велосипедах не ездить, на самокатах не кататься. Переходить только на сигналы светофора зелёных. Профилактический рейд на железнодорожной станции Люберцы провели члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с линейным отделом полиции, патрульно-постовой службой и волонтёрами. Пассажирам раздали памятки с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта и провели беседы, направленные на предупреждение и снижение травматизма несовершеннолетних на железной дороге. К сожалению, статистика показывает, что в этом году два подростка были смертельно травмированы поездами. Мы хотим донести до родителей и их детей правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта, довести до них информацию, что всё-таки железная дорога – это объект особой опасности. С каждым годом дистанционное мошенничество набирает обороты. Преступники придумывают новые методы обмана, и всё больше людей попадаются на их уловки. Сотрудники полиции напомнили о мерах безопасности и рассказали о самых популярных способах обмана с помощью мобильной связи и интернета. Подробнее в материале моих коллег. О мошеннических схемах в сфере интернета и мобильной связи сотрудники полиции рассказывают постоянно. Проводят встречи с жителями и устраивают профилактические рейды. Но даже несмотря на осведомлённость люберчан, они почти добровольно становятся жертвами злоумышленников и, как правило, расстаются со своими сбережениями. Методы бывают разные, которые используют преступники. Но всё закасается к одному, что вам необходимо сообщить код, который придёт с госуслуг. Пусть повнимательнее наши граждане смотрят смс-сообщения. Госуслуги всегда, и банки в том числе, говорят, что не сообщайте код никому. Только с начала 2024 года в МВД России Люберецкое поступило больше 700 обращений граждан, столкнувшихся с мошенничеством. Для того, чтобы не стать жертвой обмана, достаточно запомнить несколько простых правил. Первое действие необходимо сделать – это сбросить телефон. Второе – перезвонить родственнику, если он просит какие-то сведения. Второе – если просит денег в долг, хотя бы узнать. Третье – разместить или обзвонить в виде смс-сообщения о том, что страница взломана. Пожалуйста, не переводите мне никакие деньги. Если уже сомнения возникли, и человек пришел в банк, хотя бы сообщить об этом сотруднику. Что поступал такой звонок. Сотрудники полиции напоминают, если вы столкнулись с мошенничеством, немедленно обратитесь в полицию или позвоните по номеру 112. В Государственном фонде защитники Отечества прошла встреча участников специальной военной операции с представителем Центра реабилитации «Ясенки». Ребята приезжают к нам со всей Московской области. Они оформляют документы очень легко и быстро и непринужденно в социальных службах своих районов. У нас они могут проходить реабилитацию медицинскую и социальную, и психологическую. Они могут лечиться у нас столько, сколько нужно для того, чтобы поправить свое здоровье. У нас много очень серьезных и хорошо отработанных направлений реабилитации. И одно из них, как мне кажется, очень важное на сегодняшний день – мы помогаем ребятам встать на ноги. Представители реабилитационного центра рассказали о базовой программе восстановления после возвращения из зоны СВО. Военнослужащие проходят консультации терапевта, невролога, травматолога и психолога. Основной курс лечения длится 21 день с использованием современного медицинского оборудования. Это уникальный аппарат французский, один из немногих импортных аппаратов у нас. Он помогает в балансировке, баланс-платформе фактически. Она компьютерная, то есть туда можно загрузить свою потребность. Вот в этом зале ЛФК-2 аппаратура заточена для тех, кому сложных передвижений. День открытых дверей в учреждениях культуры Московской области. К ежегодной акции присоединились десятки округов Подмосковья. Люберцы не исключение. Какую программу подготовила Есенинская библиотека, расскажем в сюжете. У-ужа-ужа-та, у-ужа-ужа-та. Уроки скорочтения, интерактивные игры, квесты, знакомство с клубными формированиями и книжным фондом. Десятки людей и взрослые, и дети посетили день открытых дверей в центральной библиотеке имени Есенина. Меня еще познакомили с разными книжками, и я их называю моих людей новых. Вот я хочу здесь, чтобы каждый день был здесь открытых дверей. Очень приятно, что много читающих детей, и не просто на уровне сказочек каких-то детских, а и серьезную, довольно-таки взрослую литературу. Целые циклы нам дети сегодня рассказывали о них. Также родители, которые пришли с своими детьми, тоже принимали активное участие, рассказывали о своих любимых книгах. Многие дети находятся в библиотеке с утра до вечера, даже летом. Их привлекает мастерская выразительного чтения и занятия по актерскому мастерству. Ребят учат уверенно держаться на сцене и работать в команде, раздевают творческие способности. Каждая наша библиотека, их у нас в округе 12, подготовила интересную, насыщенную программу. И дополнительно к тому, что мы рассказываем сегодня о наших активностях и показываем работу нашей библиотеки, мы помним о том, что 27 августа день кино, и поэтому в честь этого праздника сегодня во всех библиотеках будут мультпоказы. День открытых дверей в Есенинке завершился литературно-музыкальным спектаклем с песней по книжкам. Трогательный подарок преподнесли люберецким роженицам клуб городских поэтов «Старый кот» и литературно-музыкальный салон в гостях у Анны. «Подержи мою маленькую ладошку, где солнце встает, подаренное только мне». Во дворе роддома звучали авторские стихи и песни о любви, доброте, семье и, конечно, самом дорогом – детях. В родильном отделении Московского областного центра охраны материнства и детства находятся 150 женщин. И сегодня творческое объединение поэтов и певцов Подмосковья подготовили для них авторский концерт. Уже через два дня я готовлюсь стать мамой моей дочки, моей первой, самой-самой долгожданной. Это мероприятие вообще меня еще больше вдохновляет на это все. Два года назад мы в Жуковском вместе с Андреем Бабиным, председателем люберецкого клуба «Старый кот» организовали литературно-музыкальный салон в гостях у Анны. Анна – это я. Мы первый раз счастливы здесь провести этот концерт. И мы надеемся, что мы на регулярной основе будем с удовольствием радовать, радовать этих замечательных женщин. Может быть, их мужей, которые вот сейчас вот уже подходят к выписке, которые встречают своих детей. В Раменском городском округе прошла 12-я журналиада Подмосковья. Она объединила более сотни журналистов со всего региона. На спортивном празднике работала съемочная группа нашего телеканала. Перед началом соревнований – награждение лауреатов 10-го творческого конкурса «Спортивное Подмосковье». Из 150 заявок жюри выбрало 40 лучших. Победителей и призеров отметили дипломами. Среди лауреатов – либеретское телевидение. После подведения итогов творческого конкурса журналистам предложили помериться силами в спортивных состязаниях. В этом году участвует 14 команд. На каждом этапе участникам предстояло проявить ловкость и сноровку, показать физическую подготовку, а также умение работать в команде. Например, во время эстафеты и перетягивания каната. Самые смелые журналисты покоряли вершину скалодрома. Меткие и быстрые состязались в стрельбе из винтовки, дарце и сборке-разборке автомата. Настроение отличное. Приняли участие в сборке-разборке автомата Ковашникова. Я разобрал, собрал автомат за 38 секунд. Могу, конечно, получше, но поддержка подкачала. Ничего страшного. В союзе журналистов Подмосковья состоят более полутора тысяч человек. Самые спортивные сегодня здесь. Я прям вся горю этой игрой. Вообще мне все так нравится. Спасибо организаторам. Ес! Люберцы впереди! Наш Люберецкий округ. Перетягивание канатов даже с противниками, мужчинами, мы победили. Сегодня классная погода. Классный народ. К нам настроение просто обалденное. Все с миром в спорте. Это один из самых любимых праздников наших подмосковных журналистов. И это неудивительно, потому что здесь сами журналисты не снимают только, не фотографируют, не пишут, не описывают события. Они непосредственные сами участники этого процесса. А в нашей профессии нужно быть крепким, сильным. По результатам соревнований победу в общем зачете завоевала команда из электростали. Второе место – Мытищи. Третье – Серпухов. Богдан Колесников, Петр Подомаренко. Телеканал ЛРТ. Праздник, который ждали жители всего города. Люберцам исполнился 401 год. В честь дня города проходят концерты, спортивные мероприятия, творческие встречи. О самых ярких событиях праздника расскажут мои коллеги. Уважаемые люберчане, дорогие гости, сегодня мы отмечаем наш праздник, праздник нашего города. С днём города. Город – это в первую очередь, конечно, люди. Люди, которые трудятся, которые живут, которые создают семьи. Хочется пожелать всем нам добра, мира, благополучия, чтобы наш город процветал, чтобы развитие шло и город прирастал в первую очередь, конечно, своими людьми, своими жителями. Решением Совета депутатов городского округа Люберцы от 28 августа 2024 года звание почётных гражданин городского округа Люберцы присвоено Ружицкому Владимиру Петровичу. Более 40 лет трудовой деятельности Владимира Петровича связано с Московской областью, а именно с Люберецкой землёй. На протяжении 17 лет Владимир Петрович являлся главой Люберецкого муниципального района Московской области, который в 2017 году преобразован в городской округ Люберцы. Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые люберчане, я сегодня, конечно, скажу слова огромной благодарности всем, кто в течение многих лет доверял мне, давал возможность работать именно на земле Люберецкой, занимать высокую должность главы. Самое доброе пожелание. Ну и спасибо за вот эту высокую награду. Победителем окружного конкурса «Супер бабушка с дедушкой рядышком 2024» становится семья Филатовых. Семья Филатовых, Виктор Сергеевич и Ольге Юрьевне вручается сертификат на 100 тысяч рублей. Давайте все вместе дружно и поздравим! Преодолели себя, прыгали выше головы. Свои дать себя не ожидали. Чтобы участвовать в конкурсе, все-таки это нужно, иметь волю к победе все равно. И я не скажу, что это было легко. То есть, чтобы победить, нужно приложить усилия, приложить труд. Я хотел пожелать всем семьям в этот год семьи добра, мира, благополучия. Нашим бойцам, безусловно, одержать победу. И мы совершаем здесь, на Люберецкой земле, за всех люберчан, которые ныне на передовой защищают рубежи нашей Родины, совершаем молитву. С праздником, миром добра, благополучия, крепких семей, счастья и здоровья. Настроение шикарное, погода отличная, атмосфера тоже. Поздравляю всех с праздником. Желаю всего самого наилучшего. Ну и всего-всего, как говорится. Всех люберчан с праздником. Желаю хорошо провести сентябрь, октябрь, ноябрь и все оставшиеся дни месяца, годы. Присоединяюсь к поздравлениям. Поздравляю всех люберчан, коллег, детей с праздником Дня города Люберцы. Желаю, чтобы в нашей жизни было побольше радостных моментов, таких как сегодня. Хочу всем пожелать только одно, чтобы даже через 400 лет мы Люберца не узнали, но историческое ее наследие всего нашего края сохранили. Я пою о тебе, город мой. Сегодня мы в рамках Дня города подготовили интересную программу. Это метание спортивных ножей, медицина первая помощь, сборка-разборка автомата, военная подготовка. И изготовление окопных свечей и маск-сетей. Люди подходят с интересом, участвуют в мастер-классах. Сотрудники кадрового центра Подносковья принимают участие в Дня города Люберцы. Мы предлагаем такие услуги, как организация собственного дела, предоставляем субсидию граждан, которые открыли собственное дело с помощью центра занятости. Это могут быть предприниматели или самозанятые. Сегодня на этом празднике с нами приехали три представителя, которые открыли собственное дело с нашей помощью. Кампус Люберцы территория молодежи развернулся в самом центре центрального парка. И сегодня для наших ребят подготовили, конечно же, интересные игры. Шейкер-квиз, фристайл от МС Палыча, который тоже скоро появится на этой площадке. Интересные викторины от молодой гвардии, от движения первых и, конечно, волонтеров Подмосковья. Настроение у всех просто отличное. Всех поздравляю с праздником, с днём рождения Люберцы. Желаю, чтобы всё время всё было хорошо, и этот город всё время менялся и улучшался с каждым днём. Я поздравляю всех зимуков с днём города. Желаю вам счастья, любви, благоволучия. У нас самый лучший город. Люберцы, мы любим вас. У нас непростое сейчас время в нашей стране. И вот мы приняли решение принять участие в такой акции, как помощь городу Курску. Собрали медицину небольшую и привезли сюда. Жалко людей, которые остались в таком положении. Ну, хоть как-то мы решили помочь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, вам вставать? Да. Принимайте. Пробка помощи, которая нашим землякам необходима. Очень хорошее дело. Спасибо вам большое. Они очень нуждаются сейчас в этой поддержке. Все. И непосредственно от нас спасибо, благодарность, что вы нам помогли, со школы помогли. И совсем-совсем прям огромное. Огромное спасибо, что вы с нами, с Курском, с Белгородом. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами песню допоем. У нас сзади представлены наши трофеи. То, что мы привозим оттуда, со свор, потому что я туда езжу три раза в месяц. Там и трофеи, и натовские трофеи лежат. Там куртка есть трофейная немецкая. И нашлемник украинский. И рожок снайперской винтовки. Ну и наши стрелы, иглы, гильзы, рации. Тем, чем мы воевали. Я хочу пожелать всем жителям Люберес, главное, здоровья. Не унывать всем, чтобы мирное небо над головой. У нас проходит мастер-класс в рисовании. Очень понравилось мероприятие. С того, что мы приходим каждый год. С днем города. Сегодня день города. Я защищал честь, гордую честь Люберес. Москва не могла сегодня победить. Занимайтесь спортом, тренируйтесь, поступайте, и все будет круто. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и, конечно же, на нашем сайте lrt.tv. До свидания.